итак всем привет долгое время на моем канале не было всяких новых форматов видео но я придумал кое-что почему бы мне нормально не осветить фонт и но в dreams тем более я уже делал позор игры кстати ссылку на него я оставлю в описании ну и вот конечно же если это видео наберет достаточно то я продолжу эту рубрику пока мы не дойдем до конца и давайте уже к делу что же такое представляет из себя этот надаваемый фод и почему его так часто сравнивают свой слад нам придется разобраться и так событие игры разворачиваться во флориде после ядерной войны отделен от основного материка повторным ядерным ударом и превратившийся в остров ноги города полностью уничтожены а попытка связаться с другими выжившими за пределами острова ни к чему не привели казалось бы жизни на острове конец но нет не так быстро жители возвелисти на миге призвину не только хранить улевшие районы от налетчиков но и защищать чистых жителей от мутаций как-то так и началась новая история флориды которая вошла в историю как изменение но как-то обычно бывает после устранения одной проблемы появились другие все чаще флоридцы замечают странно одетых людей высокотехнологичным оружием который если верить их рассказом похоже на цирковых клоунов мало кто выживал после встречи с ними но все равно слухи о них распространились очень быстро некоторым даже удалось найти их базу но как правило никто после этого и не выживала так как клоуны бомбят снарядами всех кого увидят на горизонте в последнее время клоуны странно утихли но принято считать что это временное затишье то же время в маленькой деревушке в 10 метров от моеме живет доктор который знает секрет лечения мутации инфекция которых все глубже проходит в заселенной земли и тут и появляются главные герои но прежде чем они появятся нужных создать и так ролевая система фонтин оф джимс вначале мы создаем от 1 до 3 персонажей у нас есть 7 атрибутов такие как сила интеллект способности и другие также мы убираем персонажем профессии похожие на классы знакомые многим ролевикам от классов зависит область применения нашего персонажа механики например отлично обезвреживать ловушки и работают с приборами но слабо упою дружники имеют множество пассивных навыков но не имеют активных активные навыки мы используем сами когда хотим пассивные сами активируются когда нужно либо работают вообще всегда новые навыки мы сдаем из книг разбросаны по игре главное чтобы нашему персонажу хватало интеллекта захотеть их прочитать именно поэтому любой персонаж в итоге должен закрыть все свои пробелы в умениях если у нас вкачан интеллект под максимум это немного рушит баланс но ничего не исправишь к сожалению ну и вот персонажи готовы можно продолжать игру и решают разбить клонов заодно распространив ли секрет лечения мутаций но вот беда клоны шпионы за этими когда главный герой отправляется искать оружие броню до совершения вышесказано колонны поджигают деревню убивают того доктора интересный факт этого не произойдет если не пользоваться услугами доктора де медичи но на прохождение к сожалению это не повлияет абсолютно никак после возвращения путников они не обнаружив уцелевших понимают единственным спасением для форейды становится фонтан грез вода которого по легендам лечат любые мутации болезни но перед тем как это отправиться на его поиски нужно решить проблему в майами заодно расспросив жителей города об этом в майами в это время враждуют толпы группировок которых мы узнаем подробнее совсем скоро в таком случае будет не лишним поговорить о боевой системе игры в поема поочередно выбираем действия наших персонажей мы можем выполнять такие действия как атака уклонение или смена оружия после ходят враги кстати кроме как атаковать они еще могут контролировать дистанцию с главным героем сами бои обычно довольно скучно если конечно не играли в старые ролевые игры поговорить с полиции майами игрок решает помочь ему устранение пахи мафии полиция кстати даст нам в поддержку перед заданием троповик лимингрон 700 которые дальний бой необычный для бояков но немного слабее а также две взрывчатки для начала нужно узнать когда бахи мафии поставят оружие торговая компания дизастры для этого мы пока торговый дом закрыт должны взломать дверь и зайти в ту комнату где это время будут обсуждать свои планы продавцы диза обманув их узнаем что оружие поставят во вторник после поставки оружия мы входим в дом мафии позвонив им дверной звонок 556 раз кстати это не шутка и разбиваем их если вероятно мы получим свои первые level up за каждый новый уровень у любого персонажа в нашей группе ему дают дополнительные два балла для распределения между характеристиками после этого ничего не помешает нам забрать оружие в коробке возле стола и доставить его полиции полиция мая была довольно успешна выполнением задания и как и обещалось нам вручили бейдж но также далее и второе более сложное задание остановить бизнес десота с потерями или без без разницы главное чтобы глава семи десота ирвин остался жив так же нам сказали пароль тех комплекса пароль простой десота с этой задачей уже посложнее исследуя комплекс мы находим много домов книг предметов и персонажей обычно этом этапе игры нам и придется впервые использовать наши навыки взлом для взлома здешних ящиков сундуков первая помощь для вывода яда из организма после отравления в одной из локаций и навык механики который позволяет остановить производство рома производственном доме после этого мы возвращаемся к полиции майами которые на этот раз не дали никакой награды а только позволили оставлять на время ненужных напарников в их политическом участке что же дальше узнаем в следующей серии полный обзор фонтин оф дримс а ты поставь лайк подпишись чтобы следующая часть вышла как можно скорее также не забудь написать свой комментарий всем удачи